Нормы трудового права устанавливают особые правила поведения для тех, кому не исполнилось 18 лет. Как уже говорилось выше, молодой человек, достигнув 16 лет, по общему правилу, может начать свою трудовую деятельность. Испытание при приеме на работу таким лицам не устанавливается. В своих правах несовершеннолетние работники приравниваются к совершеннолетним, однако в области охраны труда, рабочего времени, времени отпусков, они пользуются определенными льготами. Особенности регулирования труда несовершеннолетних закреплены в главе 42 Трудового кодекса Российской Федерации. Если подросток получил общее образование, либо в соответствии с законодательством обучается по иной, чем очная, в форме обучения, то он может заключить трудовой договор, достигнув возраста 15 лет. Он может выполнять легкий труд, не причиняющий вреда здоровью. С согласия одного из родителей, опекуна, попечителя и органа опеки и попечительства, трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий. Во-первых, работа может выполняться только в свободное от учебы время. И во-вторых, она не должна нарушать процессы обучения. В-третьих, труд должен быть легким и не причинять вреда здоровью ребенка. Исключения составляют организации кинематографии, театры, театральные и концертные организации и цирки. С согласия одного из родителей, опекуна, попечителя и органа опеки и попечительства, в них допускается заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и или исполнении произведения без ущерба здоровью и нравственному развитию детей. Трудовой договор в этом случае подписывается родителям. Труд несовершеннолетних запрещается использовать на тяжелых, подземных работах, с вредными или опасными условиями труда, а также там, где может быть причинен вред их нравственному развитию. Это и горный бизнес, ночные клубы, фирмы по производству или перевозке спиртной, табачной, наркотической продукции. Перечень работ, на которых нельзя использовать труд детей, а также предельные нормы тяжести, которые они могут поднимать, утверждаются правительством Российской Федерации. Несовершеннолетним предоставляется отпуск продолжительностью 31 календарный день. Что касается права на использование отпуска за первый год работы, то несовершеннолетние могут пойти в отпуск не по, а до истечения 6 месяцев в любое удобное для них время. Работодатель не имеет права не предоставлять отпуск несовершеннолетним в течение двух лет подряд или заменять отпуск денежной компенсацией. Кроме того, несовершеннолетние не могут быть отозваны из отпуска. Работодатель может расторгнуть трудовой договор с несовершеннолетним работником по своей инициативе. При этом используются общие правила. Однако на увольнение необходимо согласие Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. При несоблюдении этого требования несовершеннолетний работник будет восстановлен на работе судом. Льгота Частичное или полное освобождение от выполнения определенных обязательств – преимущество, дополнительное право, которое предоставляется определенным лицам. Например, в некоторых случаях граждане могут быть освобождены от уплаты налогов. Льготы могут выражаться в форме предоставления дополнительных выплат – повышенной стипендии, пенсии. Законодательство предусматривает даже возможность адресных льгот – именных, которые адресованы отдельным людям по решению уполномоченных государственных органов. Льготы трудового права направлены на защиту прав и интересов людей, нуждающихся в особой социальной поддержке. В первую очередь это касается несовершеннолетних лиц, которые совмещают обучение и работу, работников, имеющих детей-инвалидов и других. Трудовое законодательство оказывает поддержку работникам, обучающихся очно или заочно в вузах. При этом должны быть соблюдены два условия. Важно, чтобы образовательная организация имела государственную аккредитацию, и студент успешно осваивал там образовательную программу. Государственная аккредитация – процедура признания государственными органами управления статуса образовательной организации. Вузы аккредитируются на 6 лет. При этом они получают право на выдачу выпускникам документов государственного образца о соответствующем уровне образования. Обучающимся успешно признается работник, который не имеет задолженности за предыдущий семестр и сдал все зачеты к началу экзаменационной сессии. Работодатель предоставляет своим работникам целевые отпуска с сохранением заработной платы для прохождения промежуточной аттестации, прохождения государственной итоговой аттестации. Продолжительность отпуска зависит от курса, на котором обучается работник, а также от конкретной цели отпуска. Работникам, направленным на обучение работодателям или поступившим самостоятельно в аккредитованный ВУЗ по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно обучающимся, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов по 50 календарных дней, прохождение государственной итоговой аттестации до 4 месяцев в соответствии с учебным планом, осваиваемой работником образовательной программы высшего образования. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Работникам, обучающимся в аккредитованных ВУЗах по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой для прохождения промежуточной аттестации – 15 календарных дней в учебном году. Для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов, 4 месяца. Для сдачи итоговых государственных экзаменов – 1 месяц. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в аккредитованных ВУЗах, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно. Часто в связи с определенными обстоятельствами сокращается численность и штат работников организации. При этом могут возникнуть многочисленные конфликты. Закон предоставляет преимущественное право остаться на работе тем, кто обладает высокой производительностью труда, квалификацией, тем, кто получил профессиональное заболевание, инвалидам, тем, кто повышает свою квалификацию. Предпочтение отдается семейным при наличии двух и более иждивенцев. Иждивенцы – нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на полном содержании работника или получающие от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию. В том случае, когда работник заболел, закон гарантирует ему пособие по временной нетрудоспособности. Пособие по временной нетрудоспособности выдается при болезни, трудовом увечье, бытовой травме, при уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании. Работники имеют право получать пособие по временной нетрудоспособности по основному месту работы и на работе по совместительству. Основанием для назначения такого пособия является больничный лист. Он выдается лечащим врачом, государственной, муниципальной или частной систем здравоохранения при наличии лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Работник может попросить выписать два больничных листа для предоставления их по основному месту работы и там, где он работает по совместительству. В больничном листе не указывается, из-за какого заболевания человек потерял трудоспособность, так как подобная информация должна обнародоваться только с согласия пациента. Лечащий врач выдает больничный лист на весь период временной нетрудоспособности до излечения больного. Максимальное количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком учитывается в расчете на каждого ребенка отдельно. Законом предусмотрено до 60 оплачиваемых дней в календарный год при возрасте ребенка до 7 лет, до 45 дней, если ребенку от 7 до 15 лет, до 120 дней, если ребенок инвалид в возрасте до 15 лет. В остальных случаях ухода за больным членом семьи до 30 оплачиваемых дней в году. Максимальная оплата больничного листа в 2017 году была ограничена предельной величиной базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования. Такая величина ежегодно устанавливается постановлениями правительства Российской Федерации и характеризует максимальную сумму, с которой могут быть уплачены взносы в ФСС за год. Таким образом, оплачивать пособие в размере выше этого лимита ФСС не может, не получает на это взносов. Оплата больничного листа зависит от общего стажа работы, периода, когда работник подлежал обязательному социальному страхованию во время работы по трудовому договору. При общем страховом стаже менее 5 лет пособие рассчитывается в размере 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка, 8 и более лет – 100% от среднего заработка. При этом установлен максимальный размер пособия в месяц – 16125 рублей по каждому месту работы. Для некоторых категорий работников назначение пособий по нетрудоспособности имеет свои особенности. Например, если человек подвергся воздействию радиации, работает на Крайнем Севере, получил трудовое увечье, профессиональное заболевание, то размер пособия равен 100%. Пособие по беременности и родам также составляет 100% от среднего заработка. В Трудовом кодексе Российской Федерации предусмотрены особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Например, беременным женщинам по их заявлению снижаются нормы выработки, либо они переводятся на другую работу. При этом средний заработок на прежней работе сохраняется. Женщинам также предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 после. После рождения ребенка женщине предоставляется отпуск по уходу за ним, пока ребенок не достигнет возраста 3 лет. Такой отпуск может быть предоставлен не только матери, но и отцу или родственникам, которые ухаживают за ребенком. Трудовое право регулирует труд и предоставляет определенные льготы отдельным категориям работников. Например, педагоги образовательных организаций не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. Порядок и условия его предоставления определяются уставом образовательной организации. Для работников, которые заняты на тяжелых и опасных работах, предусмотрен сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, досрочный выход на пенсию по возрасту, профилактическое питание, выдача спецодежды.